Продолжается утро на Болткоме. Олег Пик, Александр Шунин. Мы говорили только что о сплочении общества. Наверное, вопросы городского развития, о том, как мы будем передвигаться по городу, самая такая вот сближающая всех точка соприкосновения. И буквально вчера происходила публичная дискуссия по поводу развития велосипедного движения, концепции развития велосипедного движения в нашем городе. И этот круглый стол в Рижской Думе послужил толчком для сегодняшней беседы с старшим консультантом Цивита Латвии Солвейгой Самой, которая с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, Солвейга. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Да, то есть вчера была публичная дискуссия по поводу актуализации велоконцепции. И то есть, да, мы вчера презентовали промежуточный доклад именно этой велоконцепции, которую мы актуализируем. То есть, первоначально концепция была сделана, написана в 2015 году. То есть, да, как правильно сказали, что уже в середине этого времени концепцию нужно было уже актуализировать. Поэтому мы и взяли за работу. И какие изменения, то есть, вчера мы тоже в публичной дискуссии рассказывали, что мы уже актуализировали концепции, потому что за последние именно 7 лет очень много что изменилось в городе. Например, очень много документов были написаны в предыдущем периоде, то есть от европейских фондов и вообще разные документы о планировке Риги, Латвии. То есть, это мы, конечно, анализировали. Мы тоже просмотрели все новые тренды, как, например, все заметили, что в последних годах электрические скутера, то есть и многие-многие новые тренды появились в городе. Они тоже должны быть велоконцепцией. Мы тоже рассмотрели новые вещи, что нам задала Рижская Дума рассмотреть, например, перспективные велодорожки доль железной дороги. То есть, такая мысль, такие идеи уже ходят несколько лет, но никогда именно велодорожки вдоль железной дороги, они не были написаны на бумаге. То есть, такое мы тоже рассматриваем, и у нас теперь идет очень регулярная дискуссия с Латвий Залстальши. Имеется в виду велодорожки вдоль Рейл Балтика проекта? Не только. То есть, не только, да. Конечно, вдоль Рейл Балтика они зарисованы, но тоже вдоль других железных дорог. Например, где? Например, в Саркандаугове. То есть, в 2016 году уже Саркандаугово с Бедрии, они подали проект, они разработали проект, чтобы велодорожка шла с Браса до Манголи. Потому что там уже идет интенсивная, то есть, пешеходы ходят интенсивно, это уже велосипедисты, поэтому они подали, что есть такая идея, есть такая вещь, как велодорожки вдоль железной дороги. Потому что это довольно прямой путь, он довольно тоже безопасный, конечно, у нас теперь идет разговор с Латвий Залстальши, они, конечно, говорят, что очень надо думать по поводу безопасности, по поводу других вещей, да, но они не против, просто надо все согласовать. То есть, это такая очень интересная тема, что мы тоже рассматриваем, это вела концепция, что тоже новая. Мы тоже пересмотрели сеть, то есть, в предыдущей концепции была разработана концептуальная сеть, и мы тоже ее рассмотрели, как дальше могла бы развиваться Рига. Потому что, как вы уже упомянули, есть очень много больших проектов, которые начались, как Рейл Балтика, которые тоже надо брать внимание, да, то есть, они будут в центре, в Ардауге, тоже есть большое финансивное, идет от Евросоюза АНМ, то есть, они тоже дают много денег, например, на многие проекты, и тоже есть большие другие проекты, как Ауструм Паруц, которые теперь, ну, есть очень много проектов, которые должны быть вела концепция, и поэтому мы как бы актуализируем, ставим всю теперешнюю информацию, всю теперешнюю ситуацию, чтобы дальше это все развивалось. Также мы рассмотрели, да, велосчетчики по поводу планировки. Велосчетчики? А что это такое велосчетчики? Велосчетчики. Велосчетчики – это механизмы, то есть, там может быть по-разному. Это может быть, например, видеоаналитика, то есть, программа, которая ставится на существующие видеокамеры, которая считает, сколько много велосипедистов едут по дороге, да. А, то есть, он просто замеряет трафик. Да, замеряет трафик именно велосипедистов, да. То есть, единственное, которое велосчетчик у нас есть, он у ВЭФ Культурного замка, ВЭФ Культурспилс, он единственный у нас в Риге, но велосчетчики нужны еще больше, то есть, эта идея уже есть в других документах уже, планношен с документами, и мы как бы еще раз рассматриваем тоже Риги. Да, рассматривали, анализировали и представили Риги, как потенциально, как можно эти велосчетчики вставлять, какие есть принципы и так далее, чтобы дальше можно было очень эффективно планировать следующие маршруты, потому что без планирования, сколько много велосипедистов находится на какой-то дороге, очень трудно. Перед тем, вся статистика была, это было просто мануальное подсчитывание, что делали добровольцы, то есть, как статистика велосипедистов вообще началась. В 2014 году, мне кажется, что добровольцы стояли на мостах и считали велосипедистов, и тогда делали статистику, там, раз в месяц, с 8 до 9, они стояли там на Вантовском мосту, еще на других мостах подсчитывали, и так делали регулярно каждый месяц, и показывали, что тысяча велосипедистов в Риге растет. Если мы говорим о концепции развития велосипедного движения, здесь есть ли какой-то диалог с развитией автомобильной структуры? Потому что понятно, что велодорожки забирают, может быть, какую-то часть от автомобильного движения, и часто бывает, что автомобилисты этим не очень довольны, и все время звучит упрек, что не приведет ли это к большим заторам, к каким-то сложностям передвижениям по городу тех, кто едет на автомобиле. Ну, мы не рассматривали настолько тщательно этот, у нас это концепция, это актуализация, то есть мы тоже не рассматриваем, на какой дороге, где бы забирать, где убирать. То есть один из принципов вообще велоинфраструктуры, тоже безопасности, это не только улучшать безопасность, даже не уменьшать для велосипедистов, но тоже не уменьшать безопасность для автомобилистов. То есть, да, это эмоциональная вещь, что у кого-то убирается, у кого-то уменьшается, у кого-то повышается, то есть у велосипедистов больше, больше, больше места. Но Рига, как видно, пока что очень рассматривает каждый промежуток, как лучше это сделать. Пока что мы, например, только теперь разрабатываем планы действия, планы действия будут больше относиться тоже концептуально, то есть мы собираем информацию, что уже было принято, что будет развиваться, и какие-то потенциальные еще места, которые могут развиваться, но эти все равно места, они будут еще тщательно, будет делаться анализ экспертов, то есть Рижка, я думаю, будет рассматриваться. Поэтому трудно сказать. Да, трудно сказать, скажем так. Вы в своем рассказе перечислили несколько крупных проектов, которые влияют, безусловно, в том числе и на развитие сети велодорожек. Последнее время актуализировался вопрос, и в риторике представителей Рижской Думы мы все чаще слышим этот термин, перехватывающие стоянки. Учитываете ли вы и их тоже? То есть, да. То есть, один из наших заданий – это рассмотреть, как повысить количество велостоянок в Риге. Нет-нет, не велостоянок, а для автомобилей перехватывающие стоянки. Люди приезжают в город, оставляют машину, пересаживаются на другие виды транспорта и едут в центр. А, мобилтатус пункты. Да, да, да. Да, 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 мобилтатус пункты, да. Мы больше рассматриваем железнодорогу больше, да. То есть, потому что, да, есть проект Большой Реал-Балтика, и тоже от вас идешь на основу трипс-механсфонда, и это будет 8 новых мобилтатус пунктов. То есть, мы больше рассматриваем железнодороги, то есть, что человек приехал на поезде и берет велосипед и едет дальше-дальше по своим делам на велосипеде, да. То есть, по поводу машин, то есть, да, тоже у нас есть рассмотрение, то есть, велостоянки, то есть, да, там, где можно оставлять, например, велосипед на долгосрочном, да, то есть, мы тоже анализируем, что, да, их можно оставить и, да, на этих железнодорожных станциях, и тоже на станциях общественного транспорта, да, то есть, разных, да. То есть, такие принципы, да, мы тоже анализировали. Я правильно понимаю, вы ведь не проектировщики, вы не решаете конкретные задачи. Ну, вот, например, минувшее лето показало, это было видно по улице Чака и по планам, которые до сих пор не были реализованы, касающиеся улицы Брибас, проложить велодорожки параллельно или накладывая их на полосы общественного транспорта, и возникали обоснованные опасения горожан, что, в общем-то, будут друг другу мешать и тормозить движение общественного транспорта, и для велосипедистов это небезопасно. Подобные нюансы вы учитываете, то есть, они будут идти параллельно, или это будут полоса общего пользования общественного транспорта и велодорожки? Ну, настолько тщательно мы не рассматриваем, то есть, это всё-таки концепция, и мы смотрим на глобальную большую, да, то есть, большую, на всю сеть вместе, то есть, да, мы не рассматриваем, как на какой-то конкретной улице улучшить что-то, а в последнем докладе, в финальном докладе будет тоже профильный тип, который мы тоже актуализируем, да, то есть, они Риги сможет рассматривать и применять, да, то есть, внимание, да, то есть, настолько, например, по поводу Чака улицы, то есть, это не было в нашем техсознании рассматривать, поэтому так больше концептуально, глобально смотрим и предлагаем какие-то принципы, просто, как можно было бы развиваться в Риге в целом. К 30-му году, вот в результате этого плана, каким видится вот будущее столицы, насколько важную будет часть занимать как раз-таки велосипедисты, велодвижения, то есть, хотя бы, ну, может быть, процентуально, там, от количества передвигающихся по городу? Трудно сказать. Мы еще работаем по поводу этих, как они называются, да, то есть, показателей. Показатели мы работаем, то есть, это тоже у нас есть одна из задач, концепция, да, то есть, рассмотреть и поставить цели, показатели на 30-й год. Пока что мы их еще не разработали, то есть, мы берем внимание тоже показателей других документов, то есть, на 27-й год, то есть, пока что очень трудно сказать. Но то, что я могу сказать, да, сказать, что, например, теперь показатели показывают, то есть, разные общественные мнения, разная статистика, что в Риге каждый день передвигается примерно от 3 до 9% на велосипеде. Даже зимой? Зимой, конечно, меньше, но это так, если в целом так брать, от 3 до 9% каждый день, да, то есть, это статистики очень много, она очень разная, то есть, если интервью, и, как я рассказала, мануальное считение, да, то есть, от 3 до 9%, ну, так, очень примерно, да, поэтому, я думаю, да, что показатель на 30-й год точно должен быть побольше, но я не могу тебе рассказать, насколько больше, мы еще это разрабатываем. Планируется ли, например, прокат велосипедов, который вот несколько лет назад использовался, то есть, можно было приехать, например, ну, на машине, но чтобы не тащить с собой велосипед, или, например, приехать на железнодорожном транспорте и взять сразу в каком-то мобильном пункте проката и оставить его на другой мобильной точке вот проката велосипедов? Да, мы немного тоже притонили, да, рассмотрели эту тему, то есть, прокат велосипедов. Теперь в Риге существует, как мы рассмотрели, одна компания, это Nextbike, то есть, филиал международной в сети, да, то есть, они работают и в Риге, и в Юрмале, то есть, их статистику, их тренды мы тоже рассмотрели, и тоже рассмотрели, что, например, Юрмальская дума, они сотрудничают с ними, то есть, Юрмальская дума, они сделали конкурс, где они давали 50% на проект, да, то есть, по поводу, которое бы развивало разные отрасли предпринимательства, да, и то есть, в этом конкурсе Nextbike тоже выиграл, и они получили 50%. Это очень приятно, но наблюдения показывают, что даже в прошлом сезоне вот этих прокатных велосипедов было значительно меньше, чем годом ранее, и уж точно меньше, чем у всех новых модных средств передвижения, вроде как электроскутеров, и стоячих, и сидячих, каких угодно, то есть, насколько актуальны сейчас велосипеды при наличии вариаций электрических средств передвижения? Ну, то есть, мы это не даём как такую точную рекомендацию, то есть, это может быть как одна из вещей, на что Рига может тоже, если финансирование, конечно, разрешает фокусироваться, то есть, Юрмальская дума, конечно, это сделает, то есть, они сотрудничают с Nextbike, и в результате Юрмаль, жители Юрмала, они могут использовать прокаты велосипеда первые 30 минут бесплатно, то есть, очень многие европейские города так делают, мы рассмотрели тоже этот тренд, то есть, это могло бы, да, помочь, конечно, больше кататься на велосипеде по городу, да, и тоже, как вы только что говорили, да, что это может уже увеличить, то есть, что люди меняют транспорт, то есть, например, приезжают на автомашине и берут этот велосипед на прокат, и дальше, да, то есть, мультимодальность, да, то есть, такое мы тоже предложили, то есть, тогда Рижская дума, они могут рассматривать этот проект с трендом, мы просто, скажем так, мы актуализировали разные вещи, что Рижская дума может сделать, да, то есть, потом будет план действия, где мы просто будем, ну, ставить приоритеты, да, и Рижская дума сможет сама рассматривать. И когда вы должны представить результат своих трудов? Да, то есть, самое главное, то есть, самый финальный доклад примерно в конце января, то есть, должен быть. Да, буквально на днях. Ну, да. И что произойдет потом? Рижская дума примет документ во всех смыслах, в том числе к рассмотрению, и продолжится уже обсуждение на уровне транспортного комитета, видимо, там, с привлечением общественности, или нет? То есть, вчера у нас было, да, то есть, вчера у нас была публичная дискуссия, когда мы тоже рассмотрели и слушали внимание тоже всех жителей, то есть, было очень много интересных, хороших комментариев, то есть, департамент сообщений тоже были там, и им тоже все очень понравилось, то есть, они очень энтузиастично на все кликнулись, тоже слушали, и дальше, да, мы финализируем все вместе, берем эти комментарии со вчерашнего дня, мы их интегрируем в финальный доклад, еще раз делаем план действий, тогда мы, да, все даем департаменту сообщения, и тогда на их усмотрение, да, они все рассматривают, и тогда они тоже делают документ для публики, да. Что ж, продолжим следить за ситуацией, в прямом смысле это касается всех рижанда и гостей столицы. Соловга сам, а старший консультант ЦВИТа Латвия была с нами на связи, мы говорили об изменениях в концепции развития велосипедного движения в городе до 30-го года по мотивам вчерашнего круглого стола с привлечением общественности. Огромное спасибо, Соловга. Спасибо. Хорошего дня, остаемся на связи, конечно же. Ну и самое время нам, видимо, заканчивать, утро на балкоме. В конце хочется поздравить верующих сегодня праздник Крещения. Эфир наш продолжит, программа «Подоплека». Я ее проведу буквально через несколько минут. Занда Рубене, заместитель декана по науке Латвийского университета. Поговорим о подготовке преподавательского состава учителей в нашей стране. День в день.